Здравствуйте! Вы смотрите канал Срабли Души. Июнь это, конечно, пионы. Это то, что у всех на устах. Поговорим сегодня про ито-гибриды. Советую вам обратить внимание и даже агитирую за покупку ито-пионов, потому что это действительно новое слово в селекции. И это гибрид травянистого и древовидного пиона. А древовидного только цветок. Вот посмотрите, то есть мы здесь имеем то, что характерно для древовидного пиона. Это вот пятнистая середка, то есть яркое пятно, темное в середине цветка, то есть основание каждого лепесточка. Вот такое вот отличие этих пионов. А зеленая масса, это травянистая, то есть вот абсолютно травянистая. Она отмирают на зиму. Вот чем эта культура хороша. То есть не нужно городить какие-то укрытия, чтобы спасти, как у древовидного, вот эти стебли, что в условиях моего северного Подмосковья это нереально. Они все равно через зиму отмирают, идут, да, от корня. Но это уже совершенно не то. Поэтому и топиона это просто вот подарок для садовода. Уход абсолютно такой же, как за травянистыми. Вот посмотрите. Вот они отсвели. Главное вовремя срезать вот эти вот отсветшие головки. Перед первым настоящим листом их срезают. Видите, вот он еще в цвету, но уже вот какие созревают семена. Поэтому не нужно дожидаться окончания цветения. Нужно, конечно, их удалять прямо вот сразу. Сегодня отсвели, завтра вы их обрезали. Потому что силу очень здорово они отбирают у кустам. Что еще по поводу цены. Цены сейчас на них очень даже приемлемые. В районе 2-3 тысяч средняя цена на отличный, шикарный сорт пионок. А здесь у меня сорт Бордер Чарм. Он зацветает одним из первых и топионов. Есть еще похожий на него. У меня тоже растет Гарден Треж. Он более махровый. И вот это пятно в середке не так ярко выражено. Среди и топионов есть и малиновые красные тона. В общем, любой, абсолютно любой сорт на ваш вкус. Это то растение, которое может стать началом для коллекционирования. Можно, например, раз в год баловать себя каким-то одним из сортов и топионов. И таким образом у вас будет обалденная коллекция, которую можно передавать по наследству. Это будет действительно такая садовая коллекция достойная. А здесь у меня мой любимый сорт. Вот посмотрите. Это Кора Луиза. Я просто влюблена в этот сорт, потому что это единственный сорт с почти белыми лепестками. Вот он уже, здесь видно, что он отцветает. И они стали белыми с ярким малиново-фиолетовым пятном в центре. Больше с белыми лепестками вы не найдете сорта у Ита гибридов. А вначале он немножечко сиреневатые лепесточки. Ну что дальше по уходу? Вот в нескольких словах. Отцветает куст. Обязательно поливать его так же, как и травянистые пионы. Просто обязательно, потому что идет закладка цветоносов следующего года. В середине августа подкормка суперфосфатом или зольной вытяжкой. Весной я сначала мульчирую костной мукой, затем раскладываю слой перепревшего конского навоза. Можно сделать то же самое осенью. И навоз взять можно даже и свежий, потому что, ну тогда это надо будет делать в середине октября, прям вот под заморозки, чтобы вот эта свежесть не успела еще дойти к корням. А за зиму все это перегниет и весной получится отличная подкормка. Вот я даже ничего не делаю, никаких подкормок не провожу, кроме вот мульчирования навозом и костной мукой и августовского внесения суперфосфата или золы. Вот все, вот весь уход, который им нужен. И, ну пионы, да, первого года посадки нужно, конечно, ведро земли высыпать и слегка разровнять на вот сам куст. Вот и все, что требуют эти растения. А посмотрите, как они смотрятся в саду, совершенно необычно. Это, ну, фурор в саду, поэтому это достойное украшение. Сажайте. Осенью я буду пересаживать один свой ито пионы. Он оказался сейчас, разрослись другие растения и слишком ему темно там, и он стал хуже цвести. Солнце желательно для этих растений или легкая полутень. Подписывайтесь на канал, будем пересаживать осенью пионы вместе. С вами была Светлана Самойлова. Удачи!